Друзья, если вы в поисках надежного парка для работы, то рекомендую Эксперт Парк. Сам лично работаю через этот парк, ребята серьезно подходят к своему делу и всегда стремятся улучшить свой сервис. Подключает к Яндекс.Такси Яндекс.Доставка по всей России. Комиссия всего 50 рублей в сутки, а автовыплаты ежедневные без комиссий. Есть 4 вида моменталок, выбирай именно тот способ, который подойдет тебе. Также подключает к Ситимобил по всей России и самозанятых водителей. Ссылку оставлю в описании, заходите на их сайт и подключайтесь. Техподдержка работает круглосуточно. Всем привет, я хочу сегодня рассказать, их нифига себе плюс 70. Конечно я еду. Я сегодня хочу рассказать самую суть правды о такси. Даже то, что я раньше не рассказывал, что мне не нравится, сегодня в этом ролике будет. И скорее всего вам он понравится, потому что очень много недовольства я не рассказывал, которое мне не нравится. А то, что мне нравится, это когда ты выходишь на линию, а у тебя кофе есть в термосе. Это очень круто. Но мне не нравится, что я сегодня вышел с 3 до 3 работать. Хотя сегодня пятница. Это, грубо говоря, удачное время. Но последние 2 пятницы я понимаю, что после часа на линии делать нечего. Надеюсь, что сегодня будет не так. Потому что надо заработать очень много денег. Миллионы миллиардов. Блин, плюс 70 я просто в центре нахожусь. И тут такой кайф, типа, ну, симпатичненько. Давай, девушка, езжай. Проходи сюда. Вот прекрасная девушка идет ко мне. Видимо, после обучения в автошколе. Здрасте. Здрасте. Пархалась, да? Да. Что-то девушка встала и мешает всем. Что, с автошколы? Ага. Что, с Дали? Ну, я обучаюсь, по-каку. По городу ездим. Первый раз? Второй раз. Ну, что, как? Все живы? Да. Ну, что-то не сильно окружающее опасается ученика за рулем, на самом деле. Ну, потому что у вас же педали еще у инструктора есть. И все так вальяжно вокруг меня ездят. Я думаю, бля, я сама боюсь. Ты еще как бы тут у меня подрезаешь. Я когда в автошколу пришел учиться, я вообще не умел ездить. А на третьем занятии мой инструктор такой, мне срочно нужно в другой город, там, в среднюю ахту, говорит, гони. Я вот 120 еду, в руль сцепил. Про мои недовольства я буду врываться и вот в таком вот формате рассказывать, что после какой поездки было. Именно в этой поездке оплата была переводом, но это меня не раздражает, так как у меня есть схема при оплате перевода. Я спрашиваю, будет ли под расчет. Мне говорят, что оплата будет переводом. Я говорю, переведите тогда сразу в начале поездки. Это меня не раздражает. Раздражает то, когда ты приезжаешь на конечную точку, забыл уточнить, будет ли под расчет у пассажира, а он начинает говорить, что оплатят переводом, у него не загружается Сбербанк. Вы тратите 3-5 минут времени и пассажира, и водителя на то, чтобы просто заплатить. Вот это меня сильно раздражает, но в этом случае было совершенно нормально. Девушка, учащаяся в автошколе, скоро, возможно, у нас будет пополнение в такси. Сейчас поймал второй заказ, плюс 70. Сегодня пятница, днем прям неплохо. Надеюсь, вечером будет лучше. В общем и целом, вчера у меня был очень интересный заказ. Я о нем рассказывал в своем телеграм-канале. Ссылку на него я оставляю в первом закрепленном комментарии. Вкратце я их вам расскажу, тут и покажу. Заказ был откуда-то с поля. И звонит девушка сразу, говорит, а у вас есть трос? Я говорю, есть. А можете нас вытащить, а то мы тут застряли, и мы вдвоем сделать ничего не можем. Я такой думаю, а почему нет? У меня последний заказ, думаю, сейчас быстро выдерну и как раз на дома 3 минуты ехать. В общем, я хорошо, что жил недалеко оттуда и знал вот эту вот дорогу, как туда заехать. Я туда заехал, и он там сидел прям очень сильно на брюхе. Тоже таксист говорит, что просто завел так навигатор. Я не знаю, брешет или нет. Вот. Короче, я его выдернул. Дали мне 400 рублей за это, когда я просил 2 сотки. Ну, потому что, типа, я их там со второго раза-то выдернул. 4 сотки для вчерашнего дня это было прям много. У меня даже заказов таких вчера не было на 400 рублей. Вон я их вижу. Они стоят. Ух, блядь, а тут бревно прям на дороге лежит. Надо пойти убрать. Так, Волгоград у нас разгорелся прям очень сильно. У меня третья поездка с кайфом плюс 140. Я сейчас за час примерно где-то рублей 800 заработал. И это, наверное, не предел. Хотя и давал у меня кратыши, я считаю, не выезжаю из двух районов. Это центр и Дзержинский. Алло. 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 Да, здравствуйте. Да, 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 слышу. Алло. Алло, слышно меня? Да, сейчас слышно. Вот. Я на перекрестке прям где ярмарка со стороны Ангарской. Нет, я вижу у вас. Ну, мне просто это... Можете перернуть налево вот с другой стороны дороги? А, а, вон в красный, да, вы стоите? Да, приложение туда просто объявило. Да, давай, я сейчас буду. Что там сумма? 200 рублей за 4 минуты. Это много, я считаю, это офигенно. Так, плюс 200 рублей за 5 минут, хороший результат. Сейчас поймал плюс 100 с подачей 400 метров. Витек, что, какой кофе, кофе фигачит? Я сейчас не могу оторваться пока. Мне картыши кидают. Я вот на плюс 100 приехал. Пассажира не видно только. Мечусь на месте. На Калиганово 3. 6 минут ехать. 6 минут, Карл. Сюда я ехал 4, вот, предыдущая поездка 200 рублей. Считаю, мой район включать не нужно. Я сегодня из двух районов не выезжал из центра, из Дежимского. Здравствуйте, это водитель, вы поедете? Да, вот, я вышла. А, хорошо, жду. А, вон, да, выходит женщина с коробками. Тут багажник я открою. Багажник открою. Не, они пустые. Ну, давайте все равно. Чистенькие. Ну, ладно. Че? Ну, я открыл уже просто. Тоже чистый багажник, че? Да, хорошо. Извините. Калиганово, да? Спасибо, да, Калиганово. Просто пустые коробочки. Будет под расчет у вас? Да. Хорошо. Я пообедал. Пообедал в 8 вечера. Поужинал с коллегой, поели в центре. Очень невкусная еды. Как-то чуть подзатихли, но сейчас вот плюс 60 прилетело. До этого я в центре плюс 30 мне дало. На вокзалы, вот возле вокзала, мы поели вокзальной шурмой. Радует, что подача 800 метров. Надеюсь, будет кратыш. Неудобно сделали на вокзале. Вот тут вот. Раньше можно было повернуть налево и считай ты на вокзале. А тут теперь двойной сплошной нарисовали. Теперь вот тут вот под мостом разворачиваются. Это, конечно, ну, муторно. Я замечаю, что если новую разметку делают, они вообще плюют, что где-то там повороты должны быть. Рисуют просто до конца. Поворачивать ничего нигде нет. Так, поедем на улицу Льва Толстого. Вон, покажись, стоит мой пассажир. Сейчас он пойдет по мне в машину. Надо открыть дверь. Правильно, назад, назад. Здравствуйте. Здравствуйте. Льва Толстого, да, у вас? Да. Так, сейчас был заказ с комментарием. Уже после того, как я приехал и нажал на месте, что буду с детьми. Ответ у меня был ожидаемый. И мне нравится вот это, знаете, когда ты взял коэффициент плюс 30. Потом вот я его отменил. Сейчас поддержку буду решать насчет активности. А следом приходит плюс 70. И подача 1 кг. Ситуация вторая. Это пассажиры с детьми. Раздражают меня они или нет. Естественно, есть недовольство. Но меня очень радует, что их стало намного-намного меньше. Вспомните, там, 2 года назад у меня в день было по 5-7 отказов с детьми. Сейчас это 1-2 максимум. Поэтому я беру это как должное, что пока такие люди экономящие есть. Но мы обязательно с ними справимся, потому что они в итоге не смогут уехать и будут заказывать правильно по тарифу. И я просто жду этого момента. Я не могу сказать, что меня это раздражает. Я просто принимаю эти правила, что такое может быть. И, в принципе, все. Звонит пассажир, говорит, я подъехал к улице Мира 5, это НЭТ. Знаете, ресторан Сливки Общества. Подъедьте туда, пожалуйста. 200 метров. Ну, не 200, тут метров 500, наверное, блин. Типа промазать. Я недавно подписчик рассказал тему, что иногда заказывают там на километр в другую сторону, потом звонят и говорят, езжай туда, потому что коэффициент, возможно, тут дешевле, чем там. Но я не знаю, правда или нет, есть ли смысл тут в этих 500 метрах. Но я уже вот приехал. Вот он стоит, походу. Вечер добрый. Здравствуйте. Хорошо, да? Да. Мы поедем в ту сторону, выйдем на АРТ, чем раньше. Сколько там они на меня были? Сейчас. Давай посмотрим. 212. Весь 50 рублей, короче, 40. Нет, я ошибся, это не из тех людей, кто экономит на поездке. Потому что я сейчас завершил, пересчитал стоимость 161 рубль, а он дал 250, когда я сказал, что 212 он сейчас стоит. Ну, мы полпути проехали, он сейчас уходил в другое заведение. Поэтому с этим пассажиром, то, что я сказал, это, конечно, откладывается. И хорошо, что мы, честно, не доехали, потому что я еще в коэффициентах, а если бы я выдаялся до конечки, коэффициентов я бы там уже не видел. Заказ с попутчиком, блядь, да уже пятый заказ с попутчиком. Не хочу я их везти. О, меня, кстати, активность вернули. Короче, показываю свою историю. Вот этот минус 4 я пропустил, потому что он был с попутчиком. Еще на 2 ниже тоже минус 4, потому что он был с попутчиком. И вот минус 14 тоже был с попутчиком, но я не увидел, что он с попутчиком, потому что он пришел с коэффициентом плюс 60. Я такой, зачем мне, типа, коэффициент плюс 60 с попутчиком, когда без коэффициента тоже прекрасно. И вот следующий, ну самый нижний, минус 14, это вот эта поездка была с ребенком, которую я отменил. Подача 3,1 километра, коэффициент 30. Нет, спасибо, не нужно. И активность у меня уже 38, спасибо попутчикам. У меня на бавансе сейчас, тоже вам покажу. 21 заказ, 3445 рублей. Это за... За-за-за... За-за-за-за-за-за-за сколько? Ты смеешься, что ли? 3,8 подачу. Запущу самолет. Короче, часов где-то 8 я на линии. 3,400 у меня на бавансе. Причем я купил смену. Это значит грязными у меня там где-то 4 с чем-то. И налички у меня всего 300... 550 рублей. Все остальное просто по безнау либо переводам. И вот эти деньги я, скорее всего, потрачу на заправиться. И вечером я не смогу давать сдачи. И опять это будет... Так, надеюсь, самолет сработал. Кстати, вот на Иртышской тут Олиуэ поставили светофор. Раньше светофора не было. Очень неудобно было сюда поворачивать. И отсюда выезжать тем более. Это прям... Ну, очень здорово, что сделали так. Коэффициентов. Бля, вообще просто баян. Сейчас вам сфоткаю коэффициенты. Время 21.46. Ну, типа, это не коэффициенты. Это шляпа какая-то. Плюс 30. С дальней подачей. 2,5 километра. Ну, средняя подача. Это Яндекс называет. Я называю это дальней. Я возьму, потому что лучше такой коэффициент, чем без коэффициентов вообще. И после этого заказа, наверное, поеду в заправочку. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья Свяна. Да. Сказайте, что я катаю теперь мой район. Я вечером всегда так делаю. Хотя во всем городе горят коэффициенты. И не понимаю немного, почему. Я взял коэффициент 140 на 2 километра. Поездка вышла 195. Потом взял поездку на 7 километров. С кэффом плюс 130. Поездка стоила 239. Типа, 2 километра 195. 7 километров 239. Хотя кэфф одинаковый. Ладно. Сейчас я поймал коэффициент 170. Он будет минут на 10-12. Я думаю, в районе 300 рублей. Я заработаю. А еще я перевесил камеру на эту сторону, потому что так ее удобнее включать и выключать оказывается. А вы и так все увидите. И меня, и пассажира, если он будет хулиганить. Только единственная зарядка не достает до камеры. Но пока у меня камера заряженная. Окошко может открыть? Не, все нормально. Спасибо. А я уже на следующем заказе. Блин, а справда. У тебя где следующий заказ? Сненская, 32. Там внизу? Ну, чуть подальше. Прямо, братан. Бля, он живет чуть-чуть понижен. Я на бейкере поезжу. У тебя хочешь, я бы, до бейкера давай дотягил. По-братски. Там вот. Бля, братан, стоя, стоя. Бля, а с нас по-братски дай, по-братски пиво зацепил. Ты уже работаешь, да? Да, работаешь. Бля, вон стоит, пиздит, короче. На меня вообще не реагирует. И заказ у него за наличные. Сейчас посмотрим, что будет по плате. Не открывайте пиво в машине, хорошо? А? Пиво в машине не открывайте, ладно? А, нет, Саня, но он его и не сможет. Нет, нет. Спасибо. Прямо, что-то так нормально. Быстрее. Он говорит, ты чего, говорит, сверненька? Хотел я наговорить на вот этого мужика, что он едет, ему плохо. Я думаю, либо перепил, либо он в туалет хочет. Приехали на адрес, он говорит, довези чуть дальше. Я думал, сейчас начнется, у меня 300 рублей, да, за проезд, и все, типа, ебать, пошел нахуй. Да, вот, 450. Нормально, че, я посчитал, вот, ну, типа, сколько он дал. Мало ли, мало. Я бы сказал, ну, чувак, давай больше денег. Мне нужно больше денег. Но вот эти вот ситуации тоже, блядь, давай туда, давай сюда. Они как бы на месте должны разворачиваться. Но сначала такой, довези нас до, типа, шестинецка 32, а потом за пивом. Ну, короче, ладно, было и было. Сейчас у меня еще будет такой же, блядь, человек, который едет до магазина с продаваемым алкоголем, нужно так сказать, которому я уже опаздываю, блядь, на 6 минут. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сам такой, блядь, с таксистом. А че, по шестеркам вызвать, да? Нет. По Яндексу, по Яндексу, просто. Но вы звонили или по АСММ? Звонили, звонили. Да, звонили. Я в этих вообще не разбираюсь там в этих. Я все поработал, короче, днем, а днем вообще шляпок, короче. Да нет, днем вообще огонь было. Часов два и работал вообще, 110-12 рублей, блядь, очень будем. Я, короче, с трех вышел и прям нормально начал. А, вот тогда, да. Я уже с трех начал уже, для другой дела. Ну, ну, че, блядь, в основном пьяные, да, но ездят. Ну, бывает. Их заебают, да, да, супертерпеть не могу, отхоже. Ну, сейчас мужчина ехал у меня. Я его довез до точки, он говорит, довези, короче, меня до Бейкера. Он какую-то девушку забрал, и думал, бля, начинается. Ну, он и докинул сам, типа, нормально. Блядь, знаешь, как больше мне не нравится, когда я работаю по району, блядь. Мне говорят, брата, мы сейчас едем, блядь, красноармейский, ебать. Я очень рад, говорю, за вас, в комплекту не поеду. Я тоже про янка, так часто. Ты тоже местная, да? Ну, я на Жукова живу. Ну, местная. Я люблю, когда охуенные тарифы, когда я работаю, блядь. Да я люблю, когда охуенные тарифы, когда я езду, я езду, блядь. Вот здесь, милка, да-да-да. Я сам только по ин-драйверу катаюсь, ну, когда пассажиром езду. Даже по ин-драйверу? Да. Ебать, и что, получается? Нет, когда я пассажиром езду, я ин-драйвер заказываю. А, и что? Катится? Ну, да, нормально. Не знаю, я был, короче, когда водитель, понял? И, короче, вообще никак, ебать, ин-драйвер вообще, блядь. Причем, блядь, причем заказываешь, понимаешь, нормальную цену даешь, блядь. Он говорит, не, нихуя не поедем, короче. Все, да, тяжело. Вот она категория. Я тоже работаю туда-сюда, но такие, конечно, пассажиры хорошие. Но видно, что все будет. И последняя категория – это вот таксисты-навигаторы, которые говорят, что, ой, да мы сами работали в такси, но это было в каком-то далеком 98-м. Они ничего не представляют, какие правила сейчас в такси и пытаются тебе как-то там посоветовать, как лучше ехать. Или они думают, что там, если добавят тебе 50 рублей, то могут тебя на полчаса задержать. Такие люди меня, конечно, раздражают. Но именно в этом случае пассажир мой, он был активным водителем, он сегодня работал, типа, а сейчас просто отдыхает. И вот с такими людьми интересно поездить. И он понимает, что не нужно там показывать маршрут, куда-туда. Все-все прекрасно понимают. Но я вам, я думаю, что вы поняли вот этих вот пассажиров, которые вечно говорят дорогу, когда видно же всем пассажирам в машине, что есть навигатор. Они нет, все равно будут рукой тыкать, туда показывать. Иногда даже сбивать. Таким людям я обязательно говорю, не надо мне показывать, у меня есть навигация. или что-то в этом роде. Спокойным тоном, потому что они меня раздражают, и с ними конфликтовать я не буду. Ровно спокойным тоном говорю, можете мне не подсказывать, у меня есть навигация. Спасибо, я как-нибудь сам справлюсь. Если настанет момент, что я не пойму, по какой дороге лучше проехать, я к вам обращусь, и вы мне подскажете. Идут экономисты на детях у меня. Девушка, вам с ребенком детский надо. Кресло есть, сейчас вы увидите. А, есть кресло? Да, давай. Я с креслом. Сейчас еще одна вытасажка. Можно сказать, что очень указанный детский тариф со своим креслом, но с таким коэффициентом можно и... Завалить ебальник. Тем более, еще платное ожидание капает. И ехать удачно очень. Друзья, все, на этом смена закончена. Я отработал, уже почитал итоги. И могу сказать, что заработал я, наконец-таки, ту сумму, которую должны зарабатывать, в принципе, водители в пятницу. Грязью, это 7 тысяч с копейками какими-то. Вот я работал с 3 до 9. За это время у меня вышло 5100. И с 12 до 3 ночи практически я заработал еще 207 рублей. Суммарно, почти там, 7 с копейками вышло. Отнять комиссию где-то 800 рублей, 850, потому что я катал вместе с моим, с мой районом. И где-то 1000 рублей бензин. Я заправился на 1000 рублей, но проехал я километров 240. Я не так уж много ездил. Мне давали каратыши, которые я показывал, соответственно, в ролике. Также спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь обязательно на мой канал, на мой телеграм-канал. Ссылка в закрепленном комментарии. И всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok